МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарских связистов подняли по тревоге. На полигоне под Самарой развернуты новейшие системы связи. По всей России идет проверка войск по итогам зимнего обучения. Готовность самарской бригады управления проверяет главное командование сухопутных войск страны. На полигон вместе с военными отправилась и Марина Красцова. Ротоподъем! Тревога! 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 Подъем по тревоге, моментальный сбор. Все отработано до мелочей. Военные демонстрируют слаженность действий. С оружием в руках и в полной экипировке готовы к бою. То, что тревога учебная, поблажек не дает. Самарские связисты отчитываются перед командованием сухопутных войск России. Будут проверять готовность войск подразделений бригады на способность выполнять боевые задачи. Контрольная проверка войск за зимний период обучения проходит по всей стране. В ней участвует около 400 воинских частей и соединений. В этом году главное командование сухопутных войск России проверяет вторую общевойсковую армию Центрального военного округа. По тревоге подняты все подразделения управления армией. Основные действия разворачиваются здесь, рядом с Самарой. Военнослужащие 91-й бригады связи приведены в полную боевую готовность и отправляются на полигон, где и будут развернуты новейшие системы связи. Войска связи – нерв армии. Именно они обеспечивают оперативное управление командования боевыми подразделениями. Сегодня на вооружении у связистов самая современная техника и передовые разработки. Вся мощь цифровых технологий сосредоточена в мобильных комплексах «Редут». Сверхбыструю передачу информации они могут обеспечить в любых условиях. И в лютый мороз – минус 50 градусов, и в жару – до плюс 50. Его способности очень велики. Пропускная способность каналов до 160 мегабит в секунду. Информационные потоки передаются по четырем направлениям. Новый образец вооружения признан одним из лучших образцов на данном этапе. На этот раз связистам приходится работать практически по колено, в грязи и снегу, при этом в полной экипировке и с оружием. Но в суровом условии не привыкать. Нормативы укладываются. Сейчас идет завершающая стадия подготовки техники. И совсем скоро будет налажена связь. Вечение связистов проходит на радиусе около трех километров, где расположены небольшие группы. Их задача – обеспечить связь между воинскими подразделениями и штабами армии и округа. Причем работать она должна не только в нормальных условиях, но и в случае сильных искусственных помех. При этом разговоры военных будут полностью защищены от прослушки. Задача, конечно, не из простых. Тяжеленное оборудование военнослужащие монтируют буквально в считанные минуты. Кроме силы физической, современные военные вооружены и знаниями. Связисты, как системные администраторы, мало поднять мачту. Нужно еще и компьютером владеть мастерски. Оборудование позволяет передавать не только команды, но и видеоизображения. Она может поток давать, цифровые аналоги принимать, тоже самое его давать. В учениях задействовано около 200 единиц техники. Новые технологии позволяют устанавливать связь на тысячи километров, при этом обеспечивая абсолютную защищенность сигнала. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Космические гости на стадионе Самара-Арена. Посол чемпионата мира 2018, космонавт Олег Каноненко, сегодня приехал на самую масштабную стройку города. Последний раз он был там год назад. Как изменился стадион с тех пор и почему он похож на космодром, расскажет Валерия Макарова. Добрый совет. Какие инженерные расчеты должны быть выполнены. Видишь, конструкция нависающая. Опытным взглядом инженера Олег Каноненко сразу оценивает сложность купола стадиона. Ведь до того, как стать космонавтом, он 6 лет проработал в конструкторском бюро завода «Прогресс». Оглядывая сверху весь стадион, Каноненко сравнивает его по масштабам со стартовой площадкой для ракет. Оказывается, у футболистов и космонавтов больше общего, чем кажется на первый взгляд. Полет в космос для космонавта, конечно, вершина. Вершина его подготовки, вершина его труда. Я думаю, спортсменов, для кого-то этот чемпионат мира может быть единственным, конечно, человек будет вкладывать все свои силы, все свои возможности, чтобы этот чемпионат не пропустить, попасть в национальную сборную. Когда посол чемпионата мира был здесь год назад, стадион выглядел совершенно иначе. К сооружению куполы еще даже не приступали и не было трибун. Сейчас они готовы почти на 100%. Мы находимся на высоте почти 35 метров. Отсюда поле как на ладони. А дело в том, что трибуны спроектированы так, что из каждой ее точки смотреть за игрой будет удобно. Но гораздо интереснее взглянуть наверх. Это купол. Он готов сейчас больше, чем наполовину. Купол состоит из огромных металлических конструкций. Это консоли. Так вот, одну треть такой консоли здесь устанавливают за два с половиной дня. А все потому, что работает две тысячи человек. В июне на стадионе займутся полем. Начнут укладывать коммуникации. Дренаж, полив, подогрев. Уже этим летом поле засеют травой. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. В Тольятти избрали главу города. Выборы проходили по новой схеме. Сначала заявки кандидатов и их программы развития города рассмотрела конкурсная комиссия, сформированная главой региона и городской думой. Позже за претендентов на высший пост автограда проголосовали депутаты. Решением конкурсной комиссии, которую возглавлял губернатор Самарской области Николай Меркушкин, на пост мэра Тольятти был утвержден директор самарского филиала «Энергосбет Т-плюс» 58-летний Сергей Анташев, который занимал эту должность с февраля 2016 года. До этого он работал в администрации Тольятти на должности заместителя мэра по городскому хозяйству, а позже в ОАО «Тэвис». Кроме него на кресло мэра претендовали еще 17 кандидатов. Паводок в Самарской области пойдет на спад в ближайшие дни, сообщает управление МЧС. Больше всего за сутки на 149 сантиметров уровень воды поднялся на реке Большой Черемшан, на границе с Ульяновской областью. В южных районах области на реке Чапаевка из-за высокого уровня воды подтопило более 100 дач. На спад уровень воды пошел в реке Большой Эргиз, из-за разлива которой затопило 14 переусадебных участков в Пестравке. Уровень воды находится на высокой отметке в реке Большой Кенель. Река Самара поднялась на 48 сантиметров в районе Елшанки. Группировка Волгского спасательного центра продолжает мониторинг паводковой обстановки в Волгском районе и готова к действию в случае подтопления населенных пунктов Яблоневый овраг, подъем Михайловка, Сухая визовка, Каменный брод. В Самарской области сотрудники ФСБ задержали наркодельцов двух мужчин 42 и 32 лет. У них изъяли в ТОР амфетамин массой более 260 граммов, а также химические реагенты и оборудование, используемое для производства синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ». Участники преступной группы арестованы на два месяца. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы. Далее коротко о других событиях дня. В ночь с 11 на 12 апреля в Самаре стартовал ремонт Южного моста. Из-за этого, напоминаем, изменилась схема движения автобусов. Конечная остановка маршрутов номер 140, 141, 392, 429, 492 – железнодорожная станция Толевая. Для поездки по Самаре предусмотрена пересадка на те же номера автобусов на пересечении Южного проезда и улицы с Паской. Чтобы пересесть на городские автобусы, пассажирам необходимо выйти возле комбината «Мягкая кровля» и пешком дойти до улицы промышленности. При этом повторно заплатить за проезд не придется. В Самарской области еще на один месяц продлен карантин из-за африканской чумы свиней. В районе села Владимировка найдена туша двух зараженных животных. Их возраст примерно около пяти месяцев, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Лабораторные анализы показали, что у животных была африканская чума свиней. Туши сожгли, проводится расследование. Напомним, карантин был введен на территории Хворостянского района в четырех селах. Владимировка, Дубровка, Гремячка и Грачевка. Задержанному в Самаре предполагаемому поволжскому маньяку предъявят еще одно обвинение. Продолжают расследование убийств, которые по версии обвинения совершил 37-летний казах Павел Шейхаметов. В ближайшее время в уголовном деле появится третий эпизод. Речь идет о преступлении в городе Ярцево, где в начале марта зарезали работницу местной администрации Наталью Суфаненкову. Следователи посмотрели видео с камер наблюдения, провели работу на месте, опросили свидетелей и теперь готовят обвинения. Внимание родители! С 1 мая доступ к школьным электронным дневникам, получению домашних заданий в электронном виде и другим сервисам портала образовательных услуг будет возможен только через сайт госуслуги. Новые правила призваны усилить защиту персональных данных. Чтобы получить учетную запись на портале, жителям региона необходимо зарегистрироваться и подтвердить свою учетную запись. Для этого необходимо с паспортом и с НИЛС обратиться в отделение многофункционального центра или отделение пенсионного фонда. Напоминаем, что бронирование льготных путевок в детские лагеря также будет осуществляться только через портал госуслуги. Жители дома номер 12 по улице Победы обнаружили на днях во дворе большую змею и сообщили об этом спасателям. Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС отловили достаточно крупную рептилию. Виновником беспокойства жильцов оказался весьма длинный и упитанный безобидный уш длиною более 1 метра. Спасатели поместили ужа в пластиковый бокс и выпустили в лесном массиве центрального района. 32 незаконных объекта потребительского рынка ликвидировали в Самаре. В Советском районе возле магазина «Кристалл» и около торгового центра «Муравейник» убрали торговые киоски. В железнодорожном районе исчез павильон «Тысяча мелочей», а также ликвидирована будка охраны автостоянки, расположенной на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дачной. Благоустройство гостевых маршрутов проходит во всех районах города. По распоряжению регионального правительства улица Новосадовая от Полевой до проспекта Кирова будет расширена. В связи с этим было принято решение досрочно расторгнуть некоторые договоры аренды земельных участков, чтобы расположенные на них объекты не мешали дорожным работам. Так, в Октябрьском районе по адресу Новосадовая, 106, было демонтировано и вывезено бестро – павильон быстрого питания. Работа продолжается. Их сплотила дружба. Самарские студенты и активисты привели в порядок парк в Советском районе. Один из 15 субботников из серии «Чистый город» собрал сотни студентов из высших и среднеспециальных учебных заведений, а также представителей разных национальностей. Присоединилась к ним и наша съемочная группа. Сугроб не муравейник увидел разворошей. Под таким девизом неравнодушные к чистоте родного города вышли на субботник в парке «Дружба». Чтобы было веселее, соревнуются командами. Кто быстрее и лучше работает. Присоединились и сотрудники Дома дружбы народов. Этот конкурс называется «Дружба народов». Конечно, мы всегда за именно такие тематические мероприятия. И, конечно, всегда за благоустройство, за самостоятельную работу и участие в таких мероприятиях. 250 человек бодро разбирают традиционный инвентарь. Грабли, метлы и лопаты. Чтобы убрать весь парк качественно, разбиваются на группы по 20 человек. Если была запланирована какая-то маленькая территория, студенты постепенно разогреваются, входят в раж и убирают буквально всю территорию. И ты не успеваешь взглянуть. Они такие, мы все, мы закончили. И времени даже слишком много дается. 15 субботников чистого города проходят по всей Самаре. Студенты собирают мусор, раскидывают снег в парках, скверах, на площадях. Там, где потом сами будут гулять и отдыхать. После того, как ты убираешься и понимаешь, что такое вот этот разбросанный мусор, ты уже начинаешь сам автоматически все в урны выбрасывать. Я люблю, когда чисто в моем городе, когда кто-то из других городов приезжает ко мне, говорят, вот у вас чисто, не очень приятно это слышать. Для всех участников конкурсов-субботников приготовлены призы и памятные подарки. Билеты на концерты, выставки, скидки в магазинах и сувениры. Лариса Шлафа, Сталя Секорецкая, Дмитрий Мешканцов, События. И вот о каких событиях мы расскажем в наших следующих выпусках. От Гагаринской ракеты до освоения четырех космодромов мира. Экскурс в космическую историю Самары. Сотни молодых предпринимателей из России, Индии, Китая и ЮАР. В Самаре соберутся молодые лидеры стран БРИКС. Деревянная Самара в новом цвете. Меценаты планируют помочь городу преобразиться. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся.